Мобильная, ёмкая, прекрасная, но всё же огромное спасибо бустерам. Вы как были крутыми, так ими остаётесь. Всех целую. Приветствую. А почему я в телефоне? Здесь довольно тесновато. Тебя взломали и запечатали в старый телефон. Надо было быть более аккуратным в интернете. Ага. Замечательно. Только как мне выбраться отсюда? Мне вообще-то мыло надо делать. А вот надо было пройти курс профессия специалист по кибербезопасности от образовательной платформы Skillbox и не попадать в такие истории. То есть ты хочешь сказать, что есть такой курс, где меня научат искать уязвимости, предотвращать угрозы и обеспечивать безопасность IT-систем? Да у меня даже нет почти опыта в программировании. Поверь, дружище, для этого опыт не нужен. Ты научишься программировать на Python и Bash, разбираться в системном и сетевом администрировании на Linux, перехватывать и анализировать сетевой трафик, восстанавливать систему после кибератаки и многое другое. А зарплата начинающего специалиста составляет 80 тысяч и выше. А будет какая-нибудь итоговая работа? У тебя в портфолио будет два итоговых проекта, один из которых захват флага. То есть нужно будет пробраться в базу данных сайта и извлечь оттуда информацию, используя уязвимости системы. Звучит экстремально. А это вообще как? Сертифици... Ты получишь полную сертификацию. Спикеры практики будут из крупных компаний, таких как Alibaba, Klau, Tinko, Kiwi и многие другие. Первый платеж можно совершить через полгода обучения, но еще и получишь вечный доступ к актуальным материалам курса. А карьерный центр осуществляет поддержку всех выпускников, помогает составить эффективное резюме, организует собеседование в топовой компании и помогает устроиться на работу. И еще учись онлайн в удобное время. Тут прямо перед моим лицом летает промокод ЧАК для подписчиков со скидкой 50%. Полагаю, мне нужно прямо сейчас оставить заявку, пока действует акция. Из телефона я выберусь. Посмотрим, как будешь себя вести. А пока дуй по ссылкам, которые в описании. Приветствую. Тусусь в этом телефоне, меня внезапно осенило, что мобильные игры являются, наверное, самой прибыльной отраслью, которая обогнала уже даже кино, стриминговые сервисы и прочее. И как мы докатились до жизни такой, а? Сегодня мы поговорим о мобильном гейминге. Как он зарождался, какие переживал стадии развития и как он дошел до текущего состояния. Сегодняшний экскурс в историю мобильных игр будет сугубо субъективным. Мы не будем искать самую первую игру, которая собрала наибольшее количество установок, а вместо этого вспомним, во что играли мы сами и как мобильные игры росли и развивались вместе с нами и технологиями. И начну я с своей субъективной истории знакомства с мобильными играми. А началось оно с Nokia 3310, тот самый легендарный телефон, который достался вам от мамы. И на нем было две замечательные игры, от которых сложно было отлипнуть. Snake 2. Эта игра стала в своем роде маскотом компании Nokia. Она впервые появилась на легендарной Nokia 6610 в 1997 году, который был не так распространен в России, как легендарная 3310. На нем уже дебютировала вторая часть. И чем она отличалась от первой части, сказать трудно, да и никто в моем детстве не задавался вопросом об оригинале. Главное здесь было стать лучшим и показать рекорды своим друзьям. Геймплей Змейки был максимально прост и понятен. Мы были знакомы с ней еще по Тетрису. Разве что здесь можно было разглядеть не просто набор квадратов, а полноценную змею с чешуей и языком. В игре, насколько я помню, было 9 уровней сложности, которые отличались скоростью. И моей мечтой детства было пройти все уровни. Заполнить змеей весь экран, пройти игру и быть счастливчиком. Да, Змейка хоть и была крайне залипательной игрой, но мы в такое уже играли на Тетрисе. И геймплей не поражал воображение, чего не скажешь о второй игре. Space Impact представлял из себя скролл-шутер с множеством локаций и боссов, в котором нам нужно было отстреливаться от всего, что на нас летит, управляя небольшим космическим корабликом. Поначалу игра могла показаться довольно сложной, особенно к последним уровням, но месяцы тренировок на летних каникулах превратили ее в игру, которая проходила от начала до конца буквально за 10-20 минут. Как и многим, телефон не достался для того, чтобы я мог быть на связи с родителями в школе, но на деле мы на переменных лишь добивали новые рекорды. Тогда я познакомился с играми на телефонах других производителей вроде StakeAttack, на телефонах Siemens, которая представляла собой некую вариацию Тетриса, но управлять предлагалось мужичком, который двигает падающие на него сверху ящики. Игра была довольно увлекательной, но так как я сам телефон этой марки не имел, поиграть мне в нее особо не удалось. Остальные игры той эпохи мне особо не запомнились, но если вы вспомнили вашу любимую игру с черно-белых телефонов, напишите в комментариях. Тем временем индустрия не стояла на месте и развивалась семимильными шагами. Буквально каждый год телефоны преображались. Появлялась полифония, цветные экраны, и главное, что они год от года дешевели, что делали покупку нового телефона перед родителями более оправданной. Технологией, которая изменила все по праву, можно считать добавление поддержки Java-приложений в телефоны и способы передачи данных вроде ИК-порта. Для меня до сих пор загадка, откуда доставались изначально новые игры. Ходили слухи, что надо было поехать на какой-то рынок, где какой-то программист через проводок закачает туда тебе эксклюзивные игрушки, но я такого не проверял. Но отныне, каждый раз, приходя в школу, ты обнаруживал на телефоне одноклассника что-нибудь новенькое и просил перекинуть. Легендой той эпохи можно по праву назвать игру Gravity Defeat. Она шла абсолютно на всех моделях телефона, независимо от размера экрана, потому что с другими играми была ой какая проблема. Данная игру лидовала нам бесконечный простор для соревнований друг с другом. По своему геймплею мы имеем симулятор мотокросса. Графика в игре, конечно, простенькая. Например, трасса является всего лишь линией на белом фоне. Но тут важна не картинка, а содержание. Физика в игре была продумана на очень высоком уровне. И в полете на земле надо было перемещать вес мотоциклиста, чтобы улучшать сцепление с дорогой или правильно подбирать угол приземления. Некоторые уровни были настолько сложными, что над ними приходилось сидеть неделями или просить у тех, кто уже прошел помощи за покупку пиццы в столовой. Спустя какое-то время на игру начали выходить моды с другими трассами, изменяющие скин гонщика. Например, на популярного в то время медведа. Мой друг Данил, который помог написать этот видос, не имел хакнутый Siemens S65. Именно поэтому он решил собственными ручками пересобрать игру, добавить туда собственные карты и моды. Культ был большой. Игры в то время начали сыпаться на телефоны как из рога изобилия. Их разрабатывали не только мелкие разработчики, но и крупные издатели. Наверное, самым главным и крутым из них на то время был Геймлофт. Геймлофт являлся дочерней компанией Ubisoft, созданной, чтобы переносить их главные франшизы на мобильные устройства. Благодаря им мы увидели на телефонах принца Перси, сплинтер селл, ассасин скрит и многое другое. Вот бегают полигональные мужички. Но помимо изданий известных франшиз, Геймлофт решили делать на мобильниках аналоги игр других студий, которым, видимо, это было не очень интересно. Таким образом, у нас появился аналог Need for Speed в виде Асфальт, аналог GTA Gunster, аналог FIFA Real Football и даже своя вариация на тему Guitar Hero под названием Guitar Rock Tour. Игры от этой студии всегда отличались хорошей графикой, которую могли потянуть не все телефоны и проработанным геймплеем. Правда, в основном, игры были, ну, суперкороткими. И непонятно, вызвано это было тем, что на телефонах не предполагалось играть долго или попытками таким образом получить больше денег. Ведь монетизации в том виде, какой мы ее знаем сейчас, тогда еще не изобрели. И новые игры от Геймлофт выходили постоянно и регулярно. Передавались с телефона на телефон, но не задерживались там надолго. Памяти на телефонах всегда было в обрез, и приоритет отдавали играм с большой реиграбельностью. Как пример еще одной игры, которая была на телефоне практически у каждого, могу выделить Bobby Carrot. Изначально серия появилась на телефонах фирмы Samsung, как предустановленная игра. Но ее довольно быстро вытащили из телефона и распространили на все остальные. А последующие части уже сразу выходили под все марки телефона. Bobby Carrot представлял из себя пазл-игру, где нам нужно управлять кроликом и собирать на уровне все морковки и не попадаться в ловушки. Первые уровни могут показаться довольно легкими, но уже совсем скоро игра становится настоящим испытанием для мозгов. Доходило даже до того, что мы с одноклассниками рисовали схему уровня на тетрадке и спорили о том, как же правильно проходить этот треклятый уровень. Сейчас уже не вспомню, сколько всего в игре было уровней, но тогда она, кажется, казалась бесконечной. Отдельно хотелось бы упомянуть российские поделки для мобильного рынка. И не могу даже представить, как на такие игры выделялся бюджет и были ли они вообще сделаны официально. Ведь под каждый более-менее популярный российский фильм или сериал в нулевых выходила игра для мобильных телефонов. Был и Бумер, которая представляла из себя набор мини-игр, более-менее основанных на сюжетных моментах. Бригада, которая была просто тиром, где нужно было отстреливать гопников. Как, собственно, и в игре по жмуркам. Они вообще друг на друга похожи, как две капли воды. И, возможно, их делали одни и те же люди. Отличительной особенностью русских игр было то, что они шли на очень маленьком количестве телефонов. Чаще всего они либо не запускались вовсе, либо тормозили, либо шли не на весь экран. А покупать их нужно было с помощью смс за баснословные 100 рублей. Немаленькие деньги на те времена. А в ответ мы получали ужасное управление. Как пример. Вот в той же бригаде. Представьте, вот вам нужно перемещать прицел по всему экрану с помощью цифр на клавиатуре. И при этом в управлении присутствует огромная задержка. Возможно, что это была попытка срубить бабла на плохих играх так же, как в то время происходило и с играми для ПК. Проблема только в том, что игры на телефон покупались в единственном экземпляре, а дальше через ИК-порты и блютузы разлетались с сарафаном радио по всей стране. И хорошо, что тогда из-за слабого развития интернета в игры еще нельзя было запихивать столько монетизации, а то мы бы явно разорили наших родителей. И хотелось бы еще кратко пройтись по довольно редко в те времена штуке, как смартфоны. По сравнению с обычными мобильными телефонами, это были очень дорогие штуки. И увидеть их можно было только у детей с богатой семьей. Но игры, которые были на этих аппаратах, захватывали дух. Часто это были трехмерные игры, о которых наши джава-звонилки могли не мечтать. А обладатели, например, Nokia N-Gagia, могли похвастаться нам полноценными портами игр с первой PlayStation. Эта машинка могла запускать эмуляторы Dendy и Sega, и даже некоторые игры с ПК. Например, можно было полностью пройти Quake 2 на телефоне. Но это уже утерянная лирика. В 2009 году выходит первый iPhone. И как мы уже знаем из нашего времени, он изменит рынок мобильных телефонов и игр для них навсегда. Тогда же и пошла тема с Doodle Jump. Мы на своих кнопочных телефонах эту игру видели уже и играли. Но кто бы мог подумать, что это был лишь клон, а в оригинальной игре нам предлагалось играть с помощью наклона телефона. То есть именно это был канон. Конечно, это нам никак не мешало наслаждаться нашей классической свистоперделкой на Nokia, но увидев настоящий геймплей, это выглядело как какая-то магия. Просто наклоняешь телефон, и персонаж прыгает в эту сторону. Помимо этого, у смартфонов первого поколения появлялись игры по типу сумасшедшего лабиринта, по которому нужно было катить шарик, уклоняясь от отверстий. Управление было также с помощью наклона телефона. И несмотря на простоту геймплея, эта игра просто завораживала. Казалось, как будто ты катаешь самый настоящий шарик, а не нарисованный. И это была настоящая магия. Где-то в году 2011 я купил себе первый полноценный смартфон HTC. Это было нечто ужасное по современным меркам. Экран не мог похвастаться регистрацией даже двух одновременных нажатий, и все безбожно тормозило. Но даже с таким телефоном я смог познать, какой скачок совершила индустрия мобильных игр. Одной из первых игр у каждого, кто перешел на сенсорный смартфон с кнопочника, однозначно была Angry Birds. Игра взорвала рынок мобильных игр своей простотой, но при этом с залипательной концепцией. Про геймплей, я думаю, нет смысла рассказывать, так как в злых птиц играли все. Больше всего игра затягивала своей физикой. И наблюдать, как рушится строение свиней, было одним удовольствием. Франшиза в итоге разрослась до такой степени, что вырвалась за пределы игры, по ней начали появляться фильмы, спин-оффы, сериалы, комиксы и даже тематические партии развлечений. Для разработчиков, в свою очередь, успех Angry Birds стал сигналом о том, что в мобильных играх можно заработать популярность всего на одной забавной механике. И в целом, что рынок ждет простых казуальных игр. Так, спустя некоторое время, появилась не менее популярная игра Cut the Rope, в которой нам предлагалось всего лишь вовремя обрезать веревку, на которой висел леденец, чтобы он попал в рот монстрику. Задача со временем обрастала дополнительными условиями в виде пузырьков, мешков с воздухом и возможностью прикрепить леденец к другой веревке, что мешало нам на пути к цели. Но это только добавляло интереса в прохождении. Были и совсем простые игры, которые практически не содержали никакой цели, но доставляли удовольствие своими визуальными эффектами и звуками. Как пример такой игры могу привести Fruit Ninja. На экран снизу вверх вылетают различные фрукты, а наша задача разрезать их, вводя пальцем по экрану. В игре можно было проиграть, если случайно задеть бомбу, но также был режим, в котором никаких наказаний и возможного проигрыша не было. Руби фрукты направо и налево и отдыхай мозгом. В своем время наличие этой игры могло продемонстрировать, насколько у тебя крутой телефон. Ведь в игре была достаточно неплохая 3D-анимация фруктов, и тянули ее далеко не все мобилы. Спустя несколько лет после выхода оригинального айфона и наполнения рынка мобильных игр казуальными проектами, на него обратили внимание крупные игроки. К 2011 году мощность мобильных телефонов уже позволяла запускать вполне приличные 3D-игры. И внезапно, один за другим на наших телефонах начали появляться порты старых игр с ПК и консолей. Первый заметный релиз случился в том же 2011 году, когда на Android и iOS внезапно вышла GTA 3. Это было полнейшим шоком. Ведь как можно было запихнуть GTA 3 вот в эту маленькую коробочку? В рамках моей юности это было что-то за гранью фантастики. Помню, тогда один из моих друзей записал на камеру в телефон и экранку, как он играет в GTA San Andreas, симулируя нажатие кнопок на телефоне, и пытался нас убедить в том, что это настоящая игра, запущенная из телефона. Дурачок. Ему, конечно, никто не поверил, как и не поверили бы, если бы он сказал, что не пройдет и 10 лет, как мы с вами будем играть в GTA-шки на телефонах. И вслед за GTA 3 на телефоны вышли Vice City с San Andreas. Но вот релиза четвертой части мы, скорее всего, уже не дождемся. Рядом с GTA на телефон вышли Max, Pain, Bioshock, Minecraft и так далее. Ранее знакомые нам по Java играм Game Love начали делать клоны всего, что только могло им попасться на глаза. И они продолжали свои серии вроде Asphalt, Gunster, Real Football, и запустили новые вроде Nova и Modern Combat, которые явно были отсылками к Halo и Call of Duty. Они даже создали свои собственные клоны Diablo и World of Warcraft под названием Dungeon Hunter и Order and House, соответственно. Некоторые студии пошли еще дальше и выпускали на мобильных телефонах официальные спин-оффы их больших франшиз. Так мы увидели спин-оффы Mass Effect, Dead Space, Deus Ex. Все это были отличные игры А-класса, которые давали понять, что мобильный гейминг пришел всерьез и надолго. Увидев это, те же Sony свернули поддержку своей портативки PS Vita, заявив, что они не смогут конкурировать с мобилками. Тем самым мы упустили прекрасную эпоху портатива, как PlayStation. Создание крупных игр или портирование старых стоило огромных денег, а покупать эти игры на телефоны за фулл прайс никто бы не стал. Поэтому эти проекты практически не окупались. И подкидывали дегтя в бочку с медом еще то, что на Android можно было совершенно спокойно пиратить все эти игры и не платить вовсе. И игровая индустрия начала потихоньку разворачиваться в сторону игр-сервисов. Даже всякие бесплатные казуальные игры начинали со временем обрастать огромным количеством рекламы и внутриигровыми магазинами. Как, например, в замечательной игре Hill Climb Racing, которая чем-то отдаленно напоминает Gravity Defeat, нам начали предлагать смотреть после смерти видео, чтобы получить большую награду. Потом появились таймеры на прокачку автомобиля, которые можно было ускорить за реальные деньги. И, конечно же, разнообразные скины на сам автомобиль и водителя. Ты только плати. Даже в простейшей главоломке 2048, в которой многие залипали, появилась куча назойливой рекламы. А на главном экране оказалась кнопка магазина, предлагающая ее отключить за деньги. Игры с каждым годом все больше и больше наполнялись всевозможным донатом, а игроки как будто бы даже этого не замечали. Со временем начали выходить игры, в которые без доната играть и вовсе невозможно. А назойливая реклама с просьбой закинуть монетку перекрывала весь экран, и добраться до самой игры было не так уж и просто. Но именно эта стратегия вывела мобильные игры по заработку на первое место среди всей индустрии развлечений. Сейчас не нужно даже делать саму игру. Ее может и не быть за стеной доната. Главное это максимальное количество разных валют, кристаллов, монеток и прочего, чтобы у пользователя не было даже шанса разобраться, для чего тут это нужно. Для индустрии это был, безусловно, важный шаг для развития бизнеса. Но, к сожалению, многие стали перебарщивать. А людям нравится. Люди играют в это и закидывают миллионы рублей, чтобы стать сильнее всех и показать всем беднякам, кто тут папа. При этом уже даже большие студии не гнушатся от таких игр. Blizzard недавно выпустили на мобильных устройствах Diablo Immortal, где по расчетам игроков вам потребуется либо несколько миллионов долларов, либо сотни лет игры, чтобы получить лучшие предметы. Если бы такие игры выходили на ПК, их бы смешали с говном и оставили гнить на задворках индустрии. Но вот с мобильными играми это работает. У Diablo Immortal на метакритике пользовательский рейтинг остался на значении 0,3 балла из 10. Но при этом компания регулярно публикует отчеты о том, что это их самая прибыльная игра, и люди до сих пор играют и вливают деньги как ненормальные. Хочется верить, что этот пузырь рано или поздно лопнет, и монетизация перейдет в какой-то другой формат, и мы снова сможем наслаждаться на мобильных устройствах отличными играми. Не важно, казуальные они или полноценные порты с больших платформ. Мобильный гейминг может быть любым, и он давно это показал. Я считаю, здесь очень важна золотая середина. Игры могут быть как платными, так и бесплатными. Не проблема. Очень правильно создавать такие продукты, когда в них продаются, например, косметические предметы, которые никак глобально не повлияют на геймплей. Очень хороший пример это Genshin Impact. Игра заработала кучу денег, при том ее можно без проблем пройти с удовольствием, не тратя ни копейки, несмотря ни какой назовливой рекламы. Это гораздо лучше того, когда тебя ограничивают полноценно и не дают хотя бы немножечко нормально поиграть, если ты не вольешь в игру денег. В идеальном мире, конечно же, хотелось бы, чтобы мобильные игры делали ставку на интересный геймплей, а не на попытку стрясти денежку с игрока. Но пока все идет к тому, что скоро на мобильных платформах ничего, кроме замаскированных под игры казино, не останется. Конечно же, дальнейшее развитие индустрии покажет путь, но больше всего мне хочется сейчас вернуться во времена кнопочных телефонов, когда каждая новая игра вызывала исключительно радость. 10 мегабайт в памяти телефона хватало для того, чтобы все мы были счастливы, и казалось, что в будущем нас ждет только хорошее. А оказалось, что будущее — это хрень собачья. Во всех смыслах. Берегите себя. Спасибо огромное за внимание. Обязательно пишите, во что вы рубитесь на телефонах. Подписывайтесь на канал Бусти и Телеграм. И всем пока. Так что, я из телефона вообще выберусь или как, а?